Профессор права, доктор юридических наук, общественный и политический деятель Елена Лукьянова. Сегодня с нами. Здравствуйте, дорогая. Елена Анатольевна Лукьянова, дочь одного из руководителей советского государства, председателя Верховного Совета СССР Анатолия Ивановича Лукьянова. Последнего председателя. Лена, ситуация сейчас в России, по моим ощущениям, по ощущениям многих людей, идет к чертовой матери. Все разваливается. Очень похоже на то, что было. Да. Те же ощущения были тогда, в конце 80-х. Что рассказывал папа, как руководитель советского государства? Потому что к тому времени начались первые демонстрации, талоны, карточки, пропуска, дефицит всего, дефицит правды. Очень похоже на сейчас. Как справлялся папа? Дефицит, правда, в Советском Союзе был всегда. Очень похоже, прям кожей чувствую. Вот кожей чувствую вернулась на 30 лет назад. Кожей чувствую. Но сейчас чувствую сильнее намного. Почему? Потому что 30 лет назад не осознавала так, не анализировала так, как не владела теми знаниями и набором компетенции, которой мы владеем сейчас. А ты помнишь разговоры у вас, не знаю, за завтраком, на кухне? Дело в том, что мы же не только это на кухне и за завтраком обсуждали. Мы с отцом профессионально были коллегами. Мы обсуждали это, начиная с реформ 1988 года. И мы это обсуждали. Тогда произошло что? Они поменяли надстройку в результате реформы 1988 года и новой редакции Конституции. Они попытались поменять институты. Сделали нормальные выборы, сделали большой съезд, устранили партию от прямого руководства. По крайней мере, очень сильно разделили функции партии и государства, но не поменяли экономики, не поменяли национально-государственных отношений. И пришел крах. Сейчас ситуация немножечко с одной стороны другая, с другой стороны тоже похожа. Сейчас уже институты никто не меняет. Они, наоборот, продолжают централизовываться. Но в условиях эпидемии, пандемии, невольно пришлось отдать полномочия регионам по введению мер по борьбе с эпидемией. А регионы взять-то не могут этих полномочий. Они как мартышки копируют все с Москвы. И в данных условиях это гораздо еще более опасно, чем даже то, что было в СССР. Потому что тогда все-таки оставались какие-то более-менее управляемые территории. А сейчас-то может рухнуть одномоментно, одномоментно по всем направлениям. Это было предсказано. Мы предупреждали, нас никто не слушал. Мы говорили, что модель вот этого управления неверна. Что вот эта вертикализация, передача полномочий центра в условиях такой страны, не сработает. И Путину пришлось ведь, как многорухому шиве, сделать огромное количество уполномоченных людей себя самого. Потому что не может один человек реализовывать столько полномочий. Не может. Это невозможно. Нет у тебя ощущения, что Путин в последнее время, в последний, наверное, месяц, несмотря на обращение, несмотря на обнуление, он как-то блистательно отсутствует? Ну, я-то считаю, что он блистательно отсутствует уже давно, что он решений не принимает. Это видно хотя бы потому, что законы подписываются все, совершенно абсурдные, совершенно идиотские. И, в общем-то, на серьезном регулятивном поле он отсутствует как личность. Правит страной непонятно кто, непонятно в каком составе, непонятно как принимаются решения. А что нужно сделать в первую очередь? Еще можно что-то исправить? Законодательно, юридически, в правовом поле что-то можно сделать, чтобы не пошло все к чертовой матери? Ну, я не вижу, честно говоря, таких способов. Я не вижу, потому что для того, чтобы что-то пошло, вот когда при всем, при том разрушался СССР, рядом с принятием решений все-таки стояли профессионалы довольно много. Другой вопрос, какого уровня это были профессионалы? Советским образованием. Но это были профессионалы. Сейчас рядом с принятием решений практически нет серьезных отраслевых специалистов, серьезных юристов. Юристов нет совсем. Я не вижу, чьими руками это могло бы быть исправлено. Наверное, это могло бы быть исправлено. И в том числе поправки в Конституцию могли бы иначе быть внесены. И мы сделали эти поправки грамотно и толково. Но ведь никто это не слушает, опубликовали даже. Как бы это могло быть сделано? Вот уже сейчас, после 20 января, я не вижу того, чьими руками это могло бы быть сделано. Механизм принятия решений. Лен, я так понимаю, что новая Конституция фактически действует. Она принята федеральными собраниями, поправки приняты, а наша жизнь не изменилась. Ну, обнулился Путин, ну вот, новая Конституция... Никто не обнулился, мы не знаем, вступили в силу эти поправки или нет. Продается только книжечка с новым текстом, но никем еще официально не объявлено, что эти поправки вступили в силу. Никем. Может, черт из Конституции? Живут же люди без Конституции. Пум! Да нет. Нет, ни черт с ней. Ни черт с ней. Но было бы, конечно, идеально, если бы эти поправки не вступили в силу максимально долго. Почему? Ну, потому что это полное разрушение конституционной конструкции. А, в принципе, она вообще не жизнеспособна в том виде, в котором она сейчас исковеркана. А ты не придерживаешься концепции довольно популярной, что чем хуже, тем лучше? Тем быстрее все закончится? Ну, в данном случае закончится не по причине Конституции, а закончится по причине системы управления. Это твой прогноз? Да. Это профессиональный прогноз. А кризис в системе управления закончится по причине краха системы управления. Но для меня это картинка, которая очень быстро переходит на улицы и в бунт. Мы не знаем, какой это будет бунт. Он может быть таким и таким и таким. Опять же, страна слишком большая. Мы не можем сказать, что в Москве будет бунт такой же, как в каком-нибудь уездном городишке. Совершенно не знаем этого. Потому что разные категории населения, разные предпочтения. Мы еще имеем в виду, что возможно суверенизация территории. То есть распад России? Да. Красивое слово. Распад России – это суверенизация территории. Хороший образ. Но я на самом деле не хотела бы сейчас делать таких прогнозов. Мы смотрим шаг за шагом, что происходит. В принципе, ведь население карантин-то одобряет. А вот меры, которые мы введем на отсутствие поддержки экономики, мы еще не видим результатом. Уже налицо то, что граждане думали, что это не про них. Ну, кое-кто думал. Это развал медицины. Это огромное количество смертей. Это сегодня тульский крематорий, который отказался принимать умерших от коронавируса в Москве. Хотя только вчера московское правительство заявило, что московские крематории справляются. Вот вам уже, смотрите, не вывозите нам ваш мусор и не везите к нам ваших мертвецов. Оль, нельзя сейчас говорить об однозначности вот этого маргинального протеста. У нас, конечно, он где-то будет. Конечно, и маргинальный протест, и разный протест. И второй день муссируется великая фраза Стругацкого о том, что где властвует серость, там приходят черные. И это все, ну, давайте будем посмотреть. Потому что, в отличие от 90-го года, при всем при том, довольно много, в том числе и оппозиция, подготовила. В кармане лежит гораздо больше наработанных материалов, проектов. И специалисты, которые были вытолкнуты властью из ареала принятия решений, они на самом деле не сидели и не печалились и слезы не вели. Они все равно работали. Потому что мы понимаем свою собственную ответственность профессиональную за все, что будет. И, может быть, даже в какой-то момент вот все, что наработано и экономистами, и юристами, оно будет вовремя вынутое из карманов и положено на стол. Это будут готовые решения, а не те такие сколастические действия, которые были в начале 90-х. Ты живешь сейчас в Юрмале. Ты готова вернуться и войти во власть с этими концепциями, с этими решениями, как доктор права, как юрист, как практикующий юрист? Я не готова войти во власть просто потому, что я для этой власти старенькая. Я готова быть экспертом, я готова помогать ребятам молодым, и я готова быть в экспертном сообществе и много работать. Но конкретно стать депутатом, делегатом или кем-то, ну, вряд ли. Я пережила эти все истории, у меня их в жизни было много. Я думаю, что я принесу больше пользы. Как Михаил Борисович сказал, Елена Анатольевна, мы с вами теперь тренерский состав. Тренерский состав я готова. Вы с Михаилом Борисовичем. А расскажи, пожалуйста, каким образом девочка – плод тоталитарного режима, девочка из доменклатурной семьи, дочь одного из крупнейших руководителей советского государства. Вдруг... Стала адпокатом Ходорковского. Да, да, да. И вообще, как это, можем ли мы надеяться, что, условно, Лиза Пескова когда-нибудь станет вменяемым человеком? Я могу сказать одно заблуждение насчет моего отца, насчет того, что он авторитарный бюрократ советский, этот абсолютный демократический человек, который готовил все, на самом деле, демократические изменения в нашей стране, начиная с 62-го года. Готовя сначала Конституцию 77-го, которая принималась в эпоху застоя, потом новую редакцию 88-го. И поэтому я не девочка из номенклатурной семьи, я дочь демократа, который, тем не менее, служил советским чиновником. И поэтому у меня другая подготовка. Я думаю, что... Не знаю, как про Лизу Пескову, я мало что знаю о сущности ее папаши, какого он человека, какой у него интеллект, и что он читал. Но почему я стала адвокатом Ходорковского? Очень странно. Просто была какая-то передача, по-моему, на «Радио Свободы», где в какой-то новостной момент угрожала власть свободам адвокатов. Я сказала, что я не боюсь, и мне наплевать на эти решения. Свободы адвокатуры, в том числе, которую вводил мой отец, я буду действовать так, как я считаю нужным. И он, сидя в Краснокаменске или уже в Чите, ночью услышал эту передачу, и через одного из моих учеников, одного из моих учениц, задал мне вопрос, не хочу ли я к нему приехать адвокатом. Я осталась очистить Читу за честь и полетела в Читу. Елена, когда была принята первая российская конституция, ельцинская конституция, как папа к этому отнесся, к той конституции? Скажем так, конституция 93-го года, это уже моя епархия, это уже я ей занималась, ее описывала, это скорее не папа. По моим подсчетам, а я считала вручную по всем протоколам цифры, за нее проголосовало 23% от общего списочного числа населения. Я называю это родовой травмой конституции. Она была проведена, голосование по ней было проведено по особым однократным правилам. Примерно так, как сегодня предлагают провести всенародное одобряемство, только тогда все-таки был референдум. Референдум не по закону о референдуме, а по указу президента. Вот это огромная ошибка, допущенная в 93-м году, которая изначально у многих юристов подорвала доверие к этой конституции. Хотя конституция, на мой взгляд, и вот по прошествии более четверти века ее действий, я считаю абсолютно блестящей. В ней есть недочеты, которые могут быть исправлены, но в целом это настоящая конституция, конституция образ мысли, образ действия, которая могла бы еще жить и послужить России. Блин, середина 20-го века конституция была для правозащитников, диссидентов таким символом, с которым выходили на Красную площадь, к памятнику Пушкина, с лозунгом «Уважайте вашу конституцию», потому что, в общем, все конституции были более или менее, в них содержались такие, в общем, хорошие слова, которых очень хотелось защищать, подписываться, свобода слова, свобода собраний и так далее, и так далее. Мне кажется, этот лозунг сейчас уже немыслим. Вот с этими новыми поправками выходить на Красную площадь с лозунгами «Уважайте вашу конституцию» – да пошла бада. Чего ее уважать-то? Оль, давай-ка вот разницу поведем. Послушай, как звучали лозунги правозащитников в отношении конституции СССР 36-го года. «Уважайте вашу конституцию», а не нашу конституцию. Давай начнем с этого. Конституция СССР 36-го года, созданная по подобию Веймарской конституции, все-таки конституция не демократического государства. Нет, это не конституция диктаторская, она была до 36-го года, где была прямо прописана в 18-24-м диктатура пролетариата. Но это не конституция демократического государства. Советская форма правления – это особая форма правления, которая не подпадает под категорию демократической республики. Но там были прописаны некоторые права. Они были прописаны абсолютно только на конституционном уровне. Под ними не было ничего. Не было закона о собраниях, не было закона о профсоюзах, не было того-того-того-того. Это были декларированные права. Поэтому правозащитники и говорили, «Вашу конституцию, это ваша конституция, хотя бы вы, государственные деятели, ее хоть как-то соблюдайте». Потому что под этими конституционными формулами хоть что-то начало появляться только с конца 70-х. Хотя бы закон о статусе депутата, хотя бы законы о советах. Ничего этого не было. Это была верхушечка, под ней была пустота. Что касается сегодняшней нашей конституции, она принята в совершенно других условиях. Она принята в условиях, когда готовилось подписание Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Эта конституция сразу была наполнена процедурным содержанием. Другой вопрос, что нынешняя автократическая власть меняла эти процедуры под себя, но это исправляемо. И выходить сегодня, пока не прошел одобряем на улицу, выполняйте нашу конституцию. Только теперь это наша конституция более чем уместна. Более того, я хочу сказать, что наши граждане знают конституцию лучше, чем наша власть. И я считаю, что конституция – это модно, это актуальный лозунг минимум последних 7-8 лет. Конституция – это модно, поэтому мальчишки и девчонки читают конституцию на улице. А самый главный парадокс, по-моему, я об этом написала лет 7 назад, еще статью уже с фактуры, как пытались на больших рекламных пространствах крупных городов, типа Екатеринбурга, Питера, Москвы, повесить цитаты из конституции, как сталкивались с рекламными отделами местных органов управления, люди не хотели вешать на билборды фразы из конституции. Конституция – модно. Особенно становится модно, мы посмотрели последний мой агитационный ролик, агитационную встречу с потенциальными магистрами на конституционное право, он превысил все возможные цифры предыдущих лет. Люди пришли слушать, они хотят заниматься конституционным правом. Это правда модно, это актуально, нет ничего сильнее время, идея которой пришло. Если наконец-то люди начали понимать, что такое конституция, каково ее значение, а это очень непросто по-настоящему это осознать обычному обывателю, то вот сейчас это кратно актуальнее, чем это было даже 10 лет назад. Конституция – это модно. Дочь последнего советского демократа, профессор права Елена Лукьянова. Оставайся здоровым. Я тебя целую. Спасибо, Лен. Спасибо. Спасибо.